Всем привет, с вами RedSprout и сегодня мы посмотрим на свежее обновление под названием Steadfast Ranger. Обновление версии до 1.49 привнесло в игру несколько интересных моментов. Начнем мы с главной особенности, это добавление в игру нового оружия, револьвера. Револьвер это многозарядный пистолет, но стрелять из него точно и быстро будет тяжело из-за высокой отдачи. Стрелять из револьвера можно как от бедра, так и в режиме прицеливания. При стрельбе от бедра нет никакого перекрестия, поэтому для точной стрельбы стоит использовать режим прицеливания. Выстрел из пистолета пугает волков, но если волк уже бежит на вас, то спугнуть зверя возможно уже не получится. В режиме прицеливания мы видим целик и мушку, которые стоит совместить для точного выстрела. По краям видимой области также добавлен эффект размытия. Этот эффект теперь присутствует при прицеливании из любого оружия. Также во время прицеливания игрок не может передвигаться. Об этом сообщает значок в нижней правой части экрана. Благо стрелять из револьвера можно как стоя, так и приседя. Каждый выстрел уменьшает прочность оружия на 1%. Ремонт возможен при помощи набора для чистки огнестрельного оружия. Вес составляет полтора килограмма без патронов, что порядком меньше ружья. Пистолет доступен на всех режимах сложности, кроме незваного гостя. Если на вас все же напал волк и сбил с ног, то отбиваться от него можно и револьвером. При этом если вы будете активно сопротивляться, то во время борьбы вам будет дана возможность выстрелить. Теперь в настройках можно переключить управление во время борьбы. Вместо закликивания можно просто удерживать клавишу, что порядком проще. Если у вас в руках револьвер, старайтесь аккуратно подбирать и взаимодействовать с предметами, так как если вы немного промажете курсором мимо предмета, то выстрелите. Не стоит ожидать от пистолета убойной силы, несмотря на его немалый калибр. Волка возможно убить с одного выстрела, нанеся ему критический урон. Медведя тоже можно убить, но косолапый умрет с течением времени от потери крови, а не от точного выстрела. Так как револьвер наносит меньший урон, то и ожидать смерти животного от кровотечения придется дольше. Разработчики позиционируют данное оружие как оборонительное, подразумевая, что охотиться из него все же можно, но лучше это делать при помощи ружья. Где же найти револьвер? На самом деле мест, где вы можете найти пистолет достаточно. Вот известный на текущий момент список мест появления револьвера, взятый с Вики. Как и в случае с ружьем, оружие появляется рандомно. Другими словами, оружие в данных местах может появиться, а может и нет. Не обязательно начинать новое выживание, пистолет появится и в ваших старых сохранениях. Кроме самого револьвера, добавлен и навык владения им. Аналогично другому оружию, навык прокачивается при попадании по животным, а также при помощи новых книг, добавленных в игру. Патроны для пистолета вы можете обнаружить повсеместно, как в пачке, похожие на ружейные патроны, но черно-желтого цвета, так и отдельно по одному. Поэтому будьте внимательнее, патроны достаточно мелкие и их непросто заметить. Переработали также модели ружья и лука. Сигнальный пистолет остался внешне таким же, как и был. В режиме прицеливания ружье и лук также внешне изменились. Лично мне стрелять из ружья пока еще непривычно. Во всей этой бочке меда есть и ложка дегтя. Теперь больше нельзя вечно держать ружье или лук в режиме прицеливания. Появилась шкала усталости, по истечении которой персонаж опустит оружие. В случае с луком персонаж больше не будет делать выстрел по прошествию большого времени натяжения тетивы, как это было ранее. Лук как и ружье просто опустится. На точность при прицеливании теперь влияет больше факторов. Если персонаж замерз, устал или только недавно бежал на спринте и еще не восстановился, все это негативно повлияет на точность и возможную длительность прицеливания. Текущее обновление добавило и некоторые изменения в интерфейс. Теперь при хождении по крутым поверхностям вы увидите специальный индикатор, который предупреждает о риске получения растяжения или вывиха. Кстати о растяжении и вывихе. При вывихе лодыжки персонаж начинает хромать. Правда этот эффект качания камеры можно отключить в опциях. А вот что нельзя отключить, так это новую невзгоду под названием боль. Да-да, Маккензи, которая испытывает боль. Получить ее можно при растяжении запястья или вывихе лодыжки. Получив эту невзгоду на краях экрана будут появляться кратковременные размытия. Временами может появиться глухота, а еще персонаж начинает издавать стоны. Вылечить болезнь можно мгновенно при помощи двух таблеток обезболивающего или чашки чая из шиповника. Без лечения боль пройдет сама через 4 часа. Кстати появилась и такая невзгода как риск растяжения. Зависит риск от усталости и перегруза и соответственно может привести к растяжению запястья. Кроме индикатора большого наклона рельефа появился и индикатор тонкого льда. Что же еще новенького? Теперь березовая кора стала полезным ресурсом. В игру добавлен чай из березовой коры, который с течением времени понемногу лечит персонажа. Добавили энергетический напиток го. Который на некоторое время снижает усталость и дает прибавку к выносливости. Энергетик будет полезен при штурме возвышенности и путем подъема по канату. Теперь барахла с собой можно поднять больше. Может вызвать головную боль, которая проявляется в виде размытия экрана. Проходит она сама собой и лечить ее нет возможности. Добавлена возможность крафтить самодельные обмотки на руки и платок на голову. Прекрасные вещи, если вы не можете найти перчатки или шапку, а получать обморожение не хочется. Для крафта достаточно иметь ткань и набор для шитья или удочку. Крафтятся предметы без верстака. Визуально были переработаны некоторые объекты игрового мира, такие как вагоны, рюкзаки и прочие мелочи. Была изменена анимация волков и медведей. Причем бег волков при нападении стал медленнее, теперь в них будет легче целиться. Новая анимация медведя мне совсем не понравилась. Ходить он стал как-то криво, одновременно переставляя лапы с каждой стороны. Как он не падает на бок, непонятно. Смотрится это, по моему мнению, несуразно. Лучше бы с медведем вообще ничего не делали. Кроме всего этого были внесены небольшие изменения в режиме Winter Mute. В основном это исправление ошибок и багов, и ничего особенно интересного я там не нашел. Вот таким получилось обновление 1.49 под именем Steadfast Ranger. По моему мнению, времени прошло достаточно много, но каких-либо колоссальных изменений очередное обновление не вносит. Самое запоминающееся это, конечно же, револьвер. Но в масштабах все игры и он кажется песчинкой. Бок с ней, с анимацией медведя, но еще больше усложнять стрельбу путем добавления дополнительной шкалы усталости, по моему мнению, лишне. В игре и без того непросто стрелять, а подобный функционал делает стрельбу еще сложнее. Заметно, что разработчики полюбили размытие, и поэтому понадобавляли этот эффект куда ни попадя. И в болезни, и в режим прицеливания. С другой стороны, хорошо, что игру вообще не забросили, и хоть обновления достаточно малы, но они все же выходят. Ну а на этом у меня все. Делитесь вашими впечатлениями от обновления в комментариях. С вами был RedSprut. Всем удачи, всем пока!